Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои вороны, этот гороскоп для вас. Вороны – это пограничный знак между Висами и Скорпионом. Люди, рожденные 22, 23, 24 и 25 октября, а также несколько дней до и несколько дней позже, это у нас вороны. Здесь четких границ не существует, как вы сами себя чувствуете. Но все-таки всегда предлагаю посмотреть предыдущий и последующий знак зодиака – это Висы и Скорпион, которые вы найдете у меня на основном канале Светлана Вета. Кто еще не подписался, подписывайтесь, пальчик вверху, жмите на колокольчик. Итак, мы с вами, дорогие мои вороны, начинаем расклад. Вы видите, у меня две колоды. Мы будем сейчас смотреть, какие подарки судьбы вам приготовили высшие силы. А также на золотом оракуле Ленорман мы посмотрим различные сферы жизни. Итак, давайте посмотрим подарочки. Какие тут у нас подарочки. Так, подарочки. Какие тут подарочки. Ну что же, давайте смотреть. Могу вам сказать, что тут, конечно, будет ощущаться какой-то дисбаланс. Вот август-сентябрь. Что-то может быть, это нехватка даже средств. Или вам нужно будет решать какую-то проблему. Может быть, ваших близких или ваших. Что-то нужно будет решать. Вы знаете, как между двумя кораблями. Может быть, выбор с этим человеком остаться или с этим человеком. Куда деньги вложить? Сюда деньги вложить или сюда деньги вложить? То есть, понимаете, это будет нехватка средств, чтобы положить, допустим, и сюда, и сюда. Допустим, вы хотите и шубку, и сапожки. Но вы должны выбрать что-то одно. Точно так, что может быть и в качестве мужчины или женщины. Что-то такое. Выбирать что-то придёте. Перед выбором будете стоять. Шестёрка кубков. Приятная карта. Это человек из прошлого. Появится в вашей жизни. Довольно-таки симпатичный. Довольно-таки желанный. Долгожданный, я бы сказала. Карта очень-очень приятная. Десятка мечей – это, знаете, как конец. Как практически смерть чего-то. Как Пугачёва поёт. Расставание – маленькая смерть. У вас какая-то будет здесь потеря. Но я предполагаю, если вы будете выбирать карта выбора между кем-то и кем-то, от чего-то придётся избавиться. Давайте вот так немножко передвинем. Вот так я положу. Смотрите, вам с кем-то или с чем-то нужно будет расстаться. Вот если вы будете выбирать, да, что-то должно уйти и что-то должно прийти. Вот это вот светлая карта. Но это человек из прошлого. Старый проверенный друг. Девятка мечей – это, конечно же, ваши страхи в голове. Это всё, что в вашей головушке. То есть это не то, что на самом деле происходит. А всё то, что вы придумали и сами себе в голову свою взяли. Это всё, что угодно может быть. Как, знаете, будете думать, а правильно ли я сделала, а правильно ли я поступила. Знаете, такое самобичевание. На уничтожение просто. Но, как говорится, все болячки от нервов. Поэтому я вам скажу, что лучше всего выпейте таблеточки какие-то успокаивающие, а ещё лучше 100 грамм коньячку на сон грядущий. Ложитесь, отдыхайтесь, не берите всё в голову, понимаете? Потому что вот эти страхи головные, вот ваши сон, нарушение сна, может быть, бессонные ночи, ни к чему хорошему не приведут. Это может быть только отразиться на вашем состоянии физическом, понимаете? Всё в голове. Убираем, убираем. Карта хорошая, убираем всё из головы плохое. И, конечно же, посмотрите, вот эта чудесная карта, я её заговорила, на нежданное счастье. Эта карта, она может перебить вообще всю, каждую из этих. Потому что это нечаянная радость, нежданное счастье. Это когда вы вообще вот уже ничего не ждёте, даже предположить не могли, что это может случиться, и вдруг оно как снег на голову, вот это счастье вам выпадает, понимаете? Карта очень хорошая, заряженная на добро, свет, исполнение желаний. Теперь мы посмотрим с вами на вот этих вот картах различные сферы жизни. Первое, что мы посмотрим с вами, это работа, обучение, учёба, поступление, курсы повышения, квалификации, служба. Дом. Послушайте, здесь несколько вариантов по дому. Если вы занимаетесь недвижимостью, да, вы риелтор, то у вас прекрасно будут идти, уходить, да, вот эта работа, это купля-продажа, август-сентябрь, просто в лёд хорошая, прибыльная работа, да, работы будет много. Либо вам придётся работать на дому, что тоже как вариант, то есть не в офисе, а работа на дому может быть. Вот так тоже может быть. Поэтому вот смотря в какой сфере вы работаете, либо это дистанционно, вы будете из дома, да, или в доме будете работать, либо вот что-то с недвижимостью. Недвижимость вообще просто будет купля-продажа, уходите, хорошо. Сейчас, что касается новую работу, если пойдёте, да, вы найдёте новую работу, но только связанное что-то с недвижимостью, или риелторство, да, аренда, субаренда, или же всё-таки на дому вы найдёте. Если касаемо обучения, да, это как-то также положительное, вы вполне-таки устроитесь и поступите, но это тоже что-то будет дистанционное, дистанционное обучение, на дому, дома будете обучаться. Следующая у нас карта – это ваши финансы. Ух ты ж, ну, с деньгами у вас вообще проблем не будет. Солнце – праздник на вашей стороне, свет, счастье, денег, достаточное количество. Вы знаете, если денег, да, много-мало, у вас будет достаточно. Карта солнца – это достаточно, это не значит, их будет много или их будет мало. Их будет вполне достаточно, вас будет устраивать. Им, возможно, даже на какой-то курорт хватит денег поехать, где тёплое солнышко, погреться на солнышке. Следующая карта – здоровье. Здоровье. Чудо какое. Значит, карта показывает, что здесь даже сердце у вас здоровое будет. Ну, плюс ещё, знаете, это влюблённость. А когда люди влюблены, когда они целуются, обнимаются, никакая зараза не прилипает. Вот это вот, поверьте. И это состояние влюблённости и счастья, такой эйфории, да, естественно, не заболеете. Естественно, будете порхать, летать, как бабочка, и будет вам счастье. Но здесь и новая любовь всё-таки идёт, она вот как-то перебивает здоровье, потому что вам не до здоровья будет. У вас всё будет прекрасно. Бабочки в животе – это максимум, что вас будет волновать в вашем здоровье. Всё остальное всё будет прекрасно. И давайте по личной жизни посмотрим. Личная жизнь. Личная жизнь, девчонки, смотрите, какой красавчик вам вскачет, нарез вам вскакуния, причём очень быстро ворвётся в вашу жизнь. Ну а для мужчин эта карта говорит о подъёме карьерного роста. Карьерный рост вы будете на высоте. На высоте будете радоваться, понимаете? Это вот статусность, куда стремятся многие мужчины. Прекрасная карта. И мы посмотрим по исполнению желаний. Исполнится у вас желание, или нет? Думайте на август-сентябрь. Задумывайте сейчас. Мы будем смотреть, исполнится ваше желание или нет. Эти сферы уже не трогайте, чтобы не перебить карты. Карты хорошие. Так, ну вот желание ваше заветное навряд ли исполнится, которое вы хотели. Может быть, ему не время, может быть, ещё, может, это и не нужное вам желание, потому что вот заговорённая карта, которая нежданное счастье будет. Но в любом случае, какая-то змеюка вам преграждает путь. Кто-то вам не даёт исполнению вашего задуманного желания. Посмотрите в окружении, кто это может быть. В остальном, в другом, карты все просто превосходные, с чем я вас и поздравляю. Я вас всех безумно люблю. Не забываем пальчик вверху и слово благодарю в конце видео. Желаю всем без исключения здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. И, конечно же, верьте в мечту, верьте. Она обязательно исполнится. Всё, родники, всех люблю, всем пока-пока!